всем привет друзья с вами дед и сегодня у нас будет тест дропа на третьем рейде под акцию который нам сделали разработчики это собственно уменьшение стоимости за каждый заход до 17 энергии и повышенные шансы на такие сеты как реврог и раскол ну и сегодня собственно посмотрим что нас с этого всего дела как бы упадет ставили мы плюс минус в сумме я взял средний арифметическая это было где-то тридцать три тысячи энки с половиной вот это плюс минус вот четыре дня у нас шла эта акция и как бы мой собственно форме этот рейд также мы сравним что у нас как бы падал по ресурсам это помимо шмота обычного и древних которые нападали мы посмотрим сколько упало камней сколько упал нам еще вот фрагментов вот этих вот духов которые нам нужно для того чтобы возносить шмотки ну и сколько у нас упало голды потому что как раз хорошо совпадало с событием которое у нас было и можем было на халяву грубо говоря купить три пуста по золоту ну и можно сказать практически все эти четыре дня фарминг с бустом сходу бы закинул 100 баночек в третий рейд на самом деле каких-то ожидания не было вот думал хотя бы какой-то плюс-минус один рев достать раз повышена акция но в целом на что-то хорошее как бы не надеялся думаю изначально сделать видео где будет просто два священки но как-то вроде неплохо шло и я понемножку еще добавлял добавлял и в принципе до добавлял до 33 к на самом деле хотел сказать что очень жесткий рандом на самом деле вот эта акция как бы мы увидим уже результаты чуть-чуть позднее но по итогам что я увидел увидел что например мои же согла на которые тратили столько же или даже больше крестовачей они получали например в разы гораздо хуже дробь даже в его именно количестве из чего я сделаю то что мне очень повезло как бы я не хочу чтобы с одной стороны поэтому делали выводы как бы что дробь хороший и потому что есть вы обратная сторона когда людям вообще абсолютно ничего не падает это я уже как бы не говорю про точку это я говорю только про древние обычные шмотки я как бы не имею ввиду вот но все же поскольку я очень часто слышал встречался с тем что дробь дробь говно под эту акцию в принципе под прошлой акции она наверно так и было все взять там на второй рейд там где была повышена капля носа прилив сил то он вообще мне не не падал то есть он и так не падает который нужен на долорес и под акцию тоже не падал вот поэтому очень такая это все как бы странная вещь не такое ощущение что его как-то подкручивают и что с ним делать непонятно но в общем как бы ресурсы мы сливаем это как бы главная задача разрабов ну и не хочу тоже сильно затягивать и как бы перейдем сразу к результатам как бы к результатам пока что в визуальном виде хочу сначала посмотреть что нам упало с обычного шмотом вот здесь сейчас покажу сет которые выбирал параметры которых выбирал характеристики шмот короче типа топовые шмотки которые должны быть как бы в идеале до в задумке да но что с этого получится мы сейчас увидим вот потом посмотрим древние и все вместе остальное люк дана циркс где можно быстро и главное безопасно купить любые наборы в рейд равенхир лолвилд риф и другие игры также возможны любые покупки world of warcraft call of duty и других играх battle.net многолетний опыт работы чистая репутация и быстрая обработка ваших пожеланий работают в telegram и также на фанфейс шестилетней истории и многотысячными отзывами люк дана сервис надежного доната так давайте для начала мы зайдем сам турнир посмотрим сколько у здесь было очей 52 тысячи очей вот вот как я уже говорил плюсом минус этого я взял среднее арифметическое это 33 500 грубо говоря там количество нки вот принципе так по цифрам и идем собственно к саму шмоту хочу сейчас по-быстрому как бы поточить чтобы понимать вообще что с этого всего бы вышло вот здесь наверно будет уже ускоренная ускоренное видео чтобы это все не затягивались беру например шмотку на атака процент в основе шанс крита крит урон и вот вот это дело которое мне принципе нападала вот мы увидим да и ну все это как бы с нашего рейда который нужен то одна шмотка только за другого вот но и то же самое крит урон потом пойдет с шансом крита и атакой вот остальные шмотки наверно не будем тратить я там уже плюс-минус за кадром тоже немножечко поточил вот посмотрел чудо как не такие которые не особо там интересны который то например искал на доллар с и всякое такое вот ну и что погнали давайте начнем стаки будем смотреть как это все будет дело точиться и на каких-то интересных моментах будем устанавливать то что точится как бы плохо будем сразу разблокировать что потом быстро продалось как бы вообще на такие шмотки никакую ставку не делаю так и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, вот это прям очень хорошая шмотка получилась, она прям достойна вознесения, это мне очень понравилось, вот прям кайфовая, обязательно я думаю надо ее вознести, прям отлично накрыто урон кольцо, надо посмотреть только будет кому ее лучше будет притулить. Так, ну и на этом в принципе все, наверное, с обычными шмотками, там есть еще разные шмотки, типа на скорости сохранял, типа такой, но я думаю, что в принципе это не особо будет интересно смотреть, да и это такие уже дополнительные моменты. Как бы в основном смотрели, как бы в основном смотрели, что нам нужно это на ДДшников, конечно же. То, что еще такой нюанс по Асклепию, Асклепию я искал, переточил очень много чего, ну то есть Асклепий на Долорес, чтобы его потом вознести. Тоже ни одной шмотки не выбил, которая плюс-минус там хотя бы, по-моему, в 400, там один был прок на плоскую атаку, но как-то сами по себе очень их мало падало. Ну и теперь перейдем, собственно, к древним, сейчас у вас на экране будут как бы шмотки, которые мне выпали, и получается, что у нас 10 древних за 33К НК упало. Ну и я считаю, что это очень сильный лакич, мне реально так, я не помню, когда везло на фарме, не знаю, возможно, как бы давно прям такие колисты не фармил, но даже если взять там какие-то крайние видосы у меня были, то мне кажется, что как бы тут действительно с дропом как-то мне повезло. Вот, и, собственно, мы сейчас эти древние как бы и точнем, а главное, чтобы мы не запутались, какие нам упали с нашего рейда. По реву, если я не ошибаюсь, нам выпал всего аж один сет. Так, сейчас мы выберем раскол, что там еще, срока не падают. Так, вроде как интуиция, правильно? Да, тут нет древних, да, то есть с этих сетов мне выпал всего один рев, хотя на него повышенный шанс, да, как мы видим, что с обычных вообще ничего не упало, как по нормальному, то есть пару шмоток буквально точнулись за все количество, плюс-минус адекватно, много какого-то говна мне кажется, точнуло и оставил, но ни хер с этим. Вот, видим один рев, о, сколько там, буду расти, короче, все, все вот эти вот дела. Ну, посмотрим, как тут все это дело уже обстоит. Так, ну, хорошо, кстати, точнулось вообще суперски. Отлично. Ну, меня устраивает, то есть прекрасно. Это у нас еще же на атаку, да, слушай, ну, на атаку вообще зашипись это хорошо. Это как раз, возможно, Валерий пойдет, потому что у меня Сайлос в крит-уроне тут стоит, ну, и у него вот еще плюс атака есть, ну, и мне он именно нужен в крит-уроне. Так, идем по мудрости, возможно, какую-то мудрость еще и сможем вознести. Ну, тут крит-урон, конечно, обосрался, не очень, как бы, шмотка получается. Возносить точно не будется, не буду, но пускай, как бы... Так, что, кстати, еще меня порадовало, то, что не упали вообще шмотки на кэша и на скорость в основе. Кстати, тоже неплохо точнулось, в принципе. Вот, сета-то я, конечно, не люблю, не очень хороший сет, но пускай точка, в принципе, премиумная. Тут вообще еще вкусные, сочные статы. О, да, ну, вот это прям прекрасно получилось. Очень хорошая, стабильная шмотка даже из этого сета, но... Отличная по статам, прям зашибись, как бы, вот, круто. Ага. Ну, это тоже, на самом деле... Блин, чуть-чуть атака, конечно, подосрала, но... Хорошо, в принципе, вот такая атака компенсирует. Ну, я считаю, что нормально получилось. Так, идем дальше, переходим к амулетам. Точим амулеты. Некоторые шмотки, как видите, здесь древние у меня есть уже... Они лежат у меня просто. На самом деле, я, как бы, все это дело, как бы, скринил каждый, который выпадал. Я просто скринил, чтобы не запутаться, где какая. Вот, именно те, что я показал, вот, это те, которые мне упали. Так, что здесь? Тут, тут, как бы, в целом, мне нравится, конечно, что скорость-то упала. Но шмотка точнулась отлично. Возносить я ее, конечно же, не буду. Вот, но, возможно, скорость, блин, скорость, конечно, блин, жалко немножко. Посмотрим. Может быть, в будущем, из-за восстановления ярости, которая хорошо тут упала, то, возможно, отлично вот что-то. Так, идем по мудрости. Ну, нормально, нормально, как бы, средний точнулось. Такс. Ой, тут прям очень печально точнулось. Атака чуткая тоже дотянулась, и шанс крита как-то посрался такой, в общем. Ну, доточим уже. Хотя, в принципе, нахера, ладно. Зато АЗ-шка тут прям взлетела вообще. Так. Тут хорошо скорость прокнула. Ну, в принципе, тоже нормально доставленная шмотка. Ну, вот, как бы, в принципе, я по древним, вообще, по фарму шмоток, я сейчас не ставлю, вообще не делаю ставку на обычный шмоток, потому что обычный шмоток – это просто говно. То есть, ну, вы сами видите, да, тут сколько нападало количество. То есть, с дополнительными статками, что был там крит-шанс и крит-урон, например, да, вот так я снова, да, ну, точнулось там 2-3 шмотки плюс-минус. То есть, ну, как бы, там, если еще на каком-то мидл-гейме, там, можно побольше сохранить шмоток, да, поиспользовать, там, все такое, то, вот, как бы, уже на уровне, когда, ну, в достаточном, просто, блядь, я не знаю, ну, 95% или 97% они уходят просто в мусор, в этот шмот. Ну, а в обычный вообще это просто, поэтому я когда фармлю, я вообще на него не надеюсь, я надеюсь только на древние. То есть, как бы, древние для меня – это как вот гарант нормальной шмотки. Ну, вы и сам видите, как точится. Так, здесь тоже, в принципе, нормально, порядок, отлично. Просто у меня, как бы, таких шмоток куча, поэтому у меня нету как вот, вау, прям восторг. То есть, как бы, если статы там ровненько идут, то, как бы, сошибись, хорошо. Тоже, в принципе, нормально, хорошая шмотка. Ну, и нету такого, наверное, восторга, потому что по шмоту тут-то все уже есть. Мало чего надо, на самом деле. Только тисеты размножать. Тоже, кстати, вот хорошо упала. Критуром, скорость. Ну, то есть, стабильно. Вот по древним вообще, как бы, нет претензий. Там одна, по-моему, хреново как уточнилась. Тоже, ну, не зашибись. Ну, вот, кстати, по второму рейду вообще что-то ничего не упало. Одна шмотка была на нескончаемый гнив. Вот, и напоследок будем, как бы, заканчивать это видео. Переходим еще к ресурсам, которые нам палят. То есть, мы видим на предыдущем скрине, что у нас было 8 камней, вот этих вот, вечных, сритков. Да, сейчас на 14. То есть, плюс 6. А вот эти камни еще, как бы, по моему ощущению, они считаются как дрени. То есть, если вам, условно, не выпало древнее или не падает, то вам сыпят камни. Если не сыпят камни, то, значит, падают древние. И вот у меня так было примерно, что до где-то 40 тысяч турниров, то есть, мне там упало 2 камня и вот 10 штук древних. А потом все, древние остановились, и мне еще 4 камня просто сверху упали. То есть, как бы, это такой, мне кажется, знак равно между ними стоит, то есть, что падает, как такой крутой дробь, так скажем. Ну, по мнению разработчиков, как бы. Конечно же. Так, 6 штучек мы утонули. И по предыдущему скрину тоже смотрим вот духи, которые мы собираем. Было 243, стало 489. То есть, утонули. В итоге 246 вот этих духов. Это очень, ну, хорошо. Это круто. Можно сразу одну шмотку, в принципе, возвысить. Любую. Так. И что у нас последнее? Что у нас последнее? Сейчас мы наточили шмотья, но в начале было видео, у нас было 175, если не ошибаюсь, лямов золота. Короче, плюс-минус мы еще подняли 20 лямов. Ну, с учетом того, что во время самого фарма шмот еще там продавался, и плюс некоторые шмоты, я, как говорю, там на Долорес я типа искал, я точил там до 12 ствол, вот все это дело продавал, потому что просто мусорник там забивается каждые там 3 часа, пока ты фармишь, вот, нужно много места, и постоянно ты это освобождаешь. Вот, друзья. И как вы делаете вывод сами, вот, напишите тоже ваши отношения к этой акции, собственно, чтобы он упал, потому что, как бы, такое у меня двоякие ощущения, я понимаю, что я мог бы быть на месте тех ребят, с которым мало чего упало, я просто не хочу пить с дропом, я хотел показать как бы тоже обратную сторону, и если бы мне упало говно, то я бы показал, что у меня говно упало. То есть, в принципе, там, мне как бы без разницы. Вот. Поэтому как-то как-то работает, почему упал один рев из 10, нападал мудрости, ну, короче, хуй его знает, если честно, очень, очень это все странно, вот. Но не забудьте поставить лайк, подписаться, сказать свое мнение о дропе. Ну, друзья, увидимся в следующих видео, с вами был Дед, всего хорошего, всем пока.